Легендарного конструктора Александра Солдатенкова вспоминают человеком очень справедливым, всегда заступавшимся за подопечных. Так, однажды в 68-м году он защищал инженера-испытателя Виктора Алешина. Тогда, перед стартом, Алешин в условиях жуткого холода успел заменить на ракете неисправный прибор, но закрепил его только на трех болтах. Он за меня заступился, потому что я был исполнитель и контролер, за мной никого не было. Как я сказал, так и было. Мало ли еще могло случиться на ракете в этот период при запуске космонавтов. И он был уверен во мне и оставил на госкомиссии, что нужно пускать. Именно за смелость, инженерную интуицию, мгновенное принятие решений и ценили Александра Михайловича. Многие годы он руководил запусками пилотируемых комплексов. Космонавты всегда были уверены в успехе, когда испытания возглавлял легендарный Солдатенков. Удачливый быть человек. Человек удачи. А удача, она приходит всегда к смелым. Вот. Удачливый. Поэтому он у нас был самым главным пускачем, особенно по пилотируемой программе. Когда пилотируемый Александр Михайлович обязательно пускал. Все космонавты его знали, уважали, ценили. На выставке, посвященной знаменитому конструктору, представлены его удостоверения, награды, личные вещи. Но главные экспонаты – стенды со слайдами, на которых отражены яркие моменты его жизни. В презентациях мы слышим интересные истории от людей. То, о чем мы не могли бы узнать ни из книг, ни из чего. Я, конечно, настаиваю, чтобы ветераны писали, чтобы собираются вот эти вот репортажи, потому что нашим посетителям интересны какие-то бытовые вещи, интересны случайности. Экспозиция про Александра Солдатенкова в музее «Самара космическая» будет открыта для посетителей еще два месяца. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.